Компасы, походное снаряжение и карты местности. Ребята подготовились основательно. В День защиты детей сообщество родителей, общественная палата совместно с парком Малевича организовали и провели настоящий туристический поход. Весь маршрут растягивается по лесу, то есть мы сначала ходим и у нас есть промежуточные этапы, на которых мы рассказываем разные вещи. Сейчас, например, Денис параллельно со мной рассказывает, как пользоваться компасом и как ориентироваться на местности именно по компасу и по природным объектам. По солнцу, по луне, рассказывает, что по мхам нельзя ориентироваться на деревьях. Инструктаж по технике безопасности и раздаче карт для ориентирования – важная часть похода. 27 детей вместе с родителями изучили местность и приготовились к лесным приключениям. Главное – узнать как можно больше, говорят юные туристы. Мы увидим каких-то интересных зверей, увидим интересные деревья, походим по каким-то новым тропинкам, узнаем, как пользоваться компасом, как вязать всякие узлы, и как ставить палатку. Часть группы уже разбила палатку, ну а у другой – препятствие – обрыв, который возможно перейти только по канату. Никас в походе впервые. Признается, новые лесные испытания только прибавляют азарта. А ветер в горах тоже бывает. Я вообще никогда не ходил в походы, я полностью дебютант. Вот я сам почувствовал сейчас, как круто ходить в походы. Около двух часов новоиспеченные туристы провели в лесной чаще и, конечно же, проголодались. Костры в лесу разжигать нельзя, поэтому кашу варили на газовых горелках. Конечно, дети у нас сегодня главные члены этого праздника, это на самом деле все для них устраивается, а мы, родители, просто будем идти следом радоваться тому, какой сегодня хороший день. Новый парк Малевича оказался отличной площадкой для проведения похода. Праздник на природе прошел на отлично. Сертификаты о прохождении туристического маршрута получили все участники походной группы. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова